Итак, давайте начнем сегодня. Сегодня тема заявленная у нас Brain. Brain это практически предпоследний продукт, который был выпущен компанией APL. Уникальнейший продукт, потому что действительно на сегодня я вообще удивляюсь каждый день нашему продукту, удивляюсь результатам, которые мы получаем, и удивляюсь тем людям, которые не хотят поверить в этот продукт, уникальнейший продукт, потому что ведь мы все всегда наблюдаем, что мир на месте не стоит. Каждый день он нас чем-то новым удивляет, каждый день какие-то новые открытия, но не всегда мы их замечаем вокруг себя тогда, когда о них говорят, мы замечаем уже тогда, когда уже весь мир пользуется, так как, например, те же телефоны, смартфоны, которые сегодня есть абсолютно у каждого. Но когда-то и очень многие люди даже и сейчас смартфонами пользоваться не хотят, в априори пользуются кнопочными телефонами, но жизнь настолько идет вперед и давит нам на пятки, что, смотрите, многие люди, которые не хотели пользоваться вообще мобильными телефонами, их жизнь вынудила ними пользоваться, потому что домашние телефоны полностью были убраны. Я не знаю, как по Украине, но в Киеве практически уже ни у кого нету домашних телефонов. Их просто отключили, и люди хотят, не хотят, но средства связи у них должно быть, и их вынудили пользоваться мобильными телефонами. Поэтому рано или поздно нашим продуктам тоже жизнь заставит пользоваться каждого, потому что такого продукта, который действительно работает на всех уровнях, на все абсолютно, на каждую клеточку нашего органа, такого продукта действительно еще нет на рынке, и у нашего продукта конкуренции нету, и мозг это одна из самых мощных машин в мире. Мощнее машины, чем наш мозг, не придумали, и, естественно, мозг и не даст этого сделать, потому что у него конкуренции быть не может. Нам единственное только что Всевышний дал пользоваться этой машиной, но он не дает нам пользоваться на все 100%, потому что наш мозг, он является таким мощным компьютером, что мы вот сегодня пользуемся своими компьютерами, но мы тоже пользуемся буквально там на 5-10% его мощностями. У многих людей в руках iPhone X, но что делает этот X iPhone, тоже практически никто не знает. Такое количество программ, которые там заложено, люди даже и подумать не могут о том, что такое есть. Вот так же и мы. Мы пользуемся своим мозгом всего лишь на 5%. Ну, где-то около 90-95% — это наше подсознание. Оно с нами всё-таки работает где-то там на каком-то уровне. Но опять-таки подсознание — это не то, чем мы можем пользоваться в полном объёме. Наш мозг — это очень сложный компьютер. Он весит всего лишь 1 килограмм и где-то 400 грамм. И он содержит почти 100 миллиардов клеток. Эти 100 миллиардов клеток подключаются... Это нейроны головного мозга. Правильно, давайте я немножечко перейду дальше по слайдам, чтобы понимали. Вот наш мозг, который всего лишь навсего весит 1,4 кг, где-то грубо говоря. И вот клеточки головного мозга, вот они выглядят вот таким образом. Это и есть нейроны. И вы видите, да, вот такие вот паутинки, которые отходят от каждой клеточки. Это и есть нейроны. И эти нейрончики, они друг с другом связаны. И они объединяются, чтобы создать более 100 триллионов синапсов нейронных соединений. Это больше, чем количество звёзд во всей галактике. Можете себе представить, да, что такое вообще наш мозг? Это настолько сложная машина, что учёные её ещё и на 10% не изучили, эту машину. И неизвестно вообще, когда человечество сможет его изучить. Вообще, с энергетической точки зрения, мозг — это очень дорогое оборудование. Учёные подсчитали, что на функционирование мозга расходуется от 20 до 25% всей расходуемой энергии организмом. Учёные утверждают также, что большинство людей используют его на 5%, но есть люди, которые используют его на 10%. И 10% — это те люди, которые, скажем так, учёные или самые умные люди на планете. То есть они всего лишь на 10% используют свой мозг. Если мы узнаем, как раскрыть невероятную силу своего мозга, то сможем развивать в себе вообще гениальность. Можно задействовать наше глубокое творчество, наши какие-то скрытые способности. Наш мозг может настолько глубоко мыслить, что мы себе даже этого представить не можем, как может работать наш мозг, если он будет работать на полную мощность. И успех, в принципе, наш успех, зависит от правильной и эффективной работы мозга, от ясности мыслей, от ясности ума. Чтобы не упустить возможность воспользоваться всеми этими дарами природы, нужно просто следить за здоровьем своего головного мозга. Здоровье мозга — это сила мышления, это творческие и интеллектуальные способности. Наслаждаться красотой и гармонией жизни человек может только в том случае, если его мозг здоров. Количество информации, поступающей в мозг, хаотично, огромно. От года к году это количество растёт всё больше и больше. И на первый взгляд можно подумать, что это неплохая тренировка, прокачка навыков, но это не так. Переизбыток информации и загрузка нашего процессора всякими мусорными задачами могут привести к тому, что мозг начнёт сопротивляться усвоению информации, в том числе в той, которая вам действительно нужна. Ещё одна тенденция современности — режим многозадачности. Человек привык делать очень много сразу работы вместе. И когда мы делаем несколько дел одновременно, то они не являются продуктивными. Мозг в это время просто не усваивает ни поток информации. Например, мы садимся кушать и читаем книжку. Или садимся кушать и смотрим телевизор. То есть наш мозг занимается чем-то одним. Он или смотрит телевизор, или кушает. Как правило, он отвлекается на телевизор, и еда, которую мы кушаем в тот момент, она просто не усваивается. И это очень негативно влияет на наш головной мозг. Приводит к обратному процессу. Он приводит действительно к тому разрыву нейронной связи, о которой мы всё время говорим. Я думаю, что вы слыхали на презентации неоднократно, что брейн восстанавливает нейронную связь. Вот все те вещи, которые мы делаем неправильно, это и является разрывом нейронной связи. Что ещё разрывает нейронную связь? Это наша психосоматика. Это те вещи, из-за которых мы нервничаем, переживаем. Это нервные стрессы, нервные потрясения. Это негативная информация. Это те новости, которые мы смотрим по телевизору. Это даже те фильмы, которые нам показывают. Война, убийства. Тот поток информации, который приводит нас к каким-то нервным потрясениям. Многие из нас, к сожалению, знакомое ощущение, как будто всё валится из рук. Оно связано с сильным нервным перевозбуждением. К тому же накопленный стресс способен снизить функциональные памяти и ухудшить потенциал, интеллектуальный потенциал человека. Также очень важно оказать своевременную защиту мозга от возрастных изменений. Они могут оказаться причиной Альцгеймера, заболеваний Паркинсона, старческого слабоумия, эмоционального выгорания, усталости, депрессии, увядания сил. Чтобы в сильном теле был сильный ум, нужно прежде всего иметь здоровую нервную систему. Поэтому все вот эти вещи, которые вас приводят к какому-то нервному потрясению, старайтесь их убрать со своей жизни. То есть выключайте телевизор, если вы видите то, что вам не особо нравится. Не слушайте новости, не слушайте людей, которые плачутся, ноются, рассказывают вечно о своих проблемах. Старайтесь изолировать себя вообще от всей этой информации. Хочу показать вот такой слайдик, я его приготовила. Это такой комический слайд, как связаны нейроны головного мозга. Когда эта цепочка, она связана, и связывается она только лишь тогда, когда мы получаем какие-то гормоны радости, когда мы чем-то наслаждаемся, когда мы получаем какое-то удовлетворение. Самые первые нейронные связи у нас образуются от самой первой радости в жизни, когда человек рождается, его прикладывают к груди матери. И это самое большое наслаждение у ребёнка получить материнское молоко. То есть сосательный рефлекс, это и есть то, что вызывает самые первые гормоны радости. И вот эти гормоны радости, они образуют вот такую вот цепочку нейронную связь. И в дальнейшем потом каждое, я тут, по-моему, даже это расписала, потому что я сегодня готовила эту презентацию, вот перекладывая нейронные пути гормоны счастья. Я даже это всё написала, потому что, думаю, мы все будем пользоваться, естественно, потом этой презентацией, как в записи, так и слайдами. И вот чтобы это всё осталось у нас не просто на словах, каждый человек рождается с множеством нейронов, но очень небольшим количеством связей между ними. Эти связи строятся по мере взаимодействия с окружающим миром и в конечном счёте создают нас такими, какими мы есть. Но иногда у нас возникает желание несколько модифицировать эти сформировавшиеся связи. Казалось бы, это должно быть легко, потому что они сложились у нас без особых усилий с нашей стороны ещё в молодости. Однако формирование новых нейронных путей во взрослом возрасте оказывается неожиданно сложным делом. Старые связи настолько эффективны, что отказ от них создаёт у нас ощущение, что возникает угроза выживания. Любые новые нервные цепочки являются весьма хрупкими по сравнению со старыми. То есть наши инстинкты, которые заложились у нас в детском возрасте, они у нас остаётся навсегда. И что-либо потом переделать в себе, это практически невозможно. Вот у нас вырабатывается походка, походка у нас остаётся на всю оставшуюся жизнь. У нас вырабатывается там почерк, у нас этот почерк остаётся на всю оставшуюся жизнь. Как бы мы ни пытались исправить свой почерк, но всегда специалист может сказать, какой человек это писал. Когда вы сможете понять, как трудно создаются в мозгу человека новые нейронные пути, то вы будете радоваться своей настойчивости в этом направлении больше, чем ругать себя за медленный процесс их формирования. У нас есть две нервные системы. Есть периферическая нервная система и есть центральная нервная система. И вот центральная нервная система обеспечивает весь контроль сознательной деятельности человека. Периферическая нервная система связывает центральную нервную систему со всем организмом и доводит её команды до каждой клеточки. Чтобы привести в порядок сознание, нужно в первую очередь поддерживать в порядке центральную нервную систему. И прежде всего это головной мозг. Нервная клетка это и есть нейрон. То, что я вот только что вам показала. Основной структурой и функциональный элемент нервной системы нейрон состоит из тела и отростков. Обычно одного длинного, то, что я вам только что показывала, и нескольких коротких разлетворений. Предполагаемое количество нейронов в коре головного мозга обычного человека составляет от 15 до 33 миллиардов. Благодаря отросткам нейроны контактируют друг с другом и образуют цепи, по которым циркулируют электрические нервные импульсы. Подобно току в электросети, они идут по отростку одного нейрона к месту его прикрепления к отростку или телу другого нейрона. По длинному отростку нервные импульсы текут из тела нейрона к органам или мышцам нашего тела. По своим коротким отросткам нейроны получают нервные импульсы от связных с ними в единую цепь другого нейрона. Длинными отростками нейрона покрывают специальной изолирующей оболочкой, называемой миелиновая оболочка. Это оболочка, образованная телами специальных поддерживающих клеток, которые обернуты, ну это как изолента, вот изолируем, да, мы изолентой электрические провода. А так вот и здесь, они обернуты, вокруг отростка нейрона и, ну это такое специальное вещество, точно по тому же принципу, как изолента, которой мы электрический провод изолируем. Если мы переживаем стресс, электрический ток по отросткам наших нейронов становится слишком сильным. По аналогии с проводкой в квартире, часть наших нейронов просто сгорает и погибает, а другая часть повреждается. Повреждается может так изоляция, миелиновая оболочка, так и проводка, она как бы все эти отростки сгорают. Это, ну, потом приводит к тому, что мы называем синдром выгорания. То есть, это то, о чем мы вот помнили, знали, да, потом резко раз и выбросили это со своей головы, и мы этого уже не помним. Причины ослабления головного мозга это инсульты, сотрясения мозга, черепно-мозговые травмы, хирургические вмешательства, там, ну, удаление опухолей, или там гематомы какие-то, воздействие внутренних органов, к примеру, болезни почек, инфекционные заболевания, нарушение метаболизма, перенесенный менингит. Еще одно это возраст. Статистика указывает, что при старении организм человек хуже запоминает информацию. Пагубные пристрастия. Не секрет, что спиртосодержащие напитки плохо воздействуют на мозговые клетки. Это относится и к курению, и к наркотикам. Точно так же и антидепрессанты, которые люди употребляют для своего успокоения, для того, чтобы заснуть. Следующий это образ жизни, систематическое недосыпание, стрессы, депрессия, состояние перегрузки. Все это влияет на нашу мозговую деятельность. Определяющее значение головного мозга и его нервных клеток для жизни нашего организма ни у кого не вызывает сомнений. Поэтому природа наделила эти клетки способной особой системой, то есть ремонтной такой ферментов, которые способны починить изнутри поврежденные их части. Эти ферменты находятся внутри нейронов и в норме они должны активироваться в ответ на нанесенные нейронные повреждения. Конечно, нейроны, которые погибают, восстановить их уже невозможно. речь идет о восстановлении поврежденных, но еще живых нервных клеток, которые в головном мозге человека большинство. К сожалению, в наших нервных клетках эти ремонтные ферменты зачастую тоже повреждаются, повреждены и поэтому неактивны. Так и сами нейроны и поврежденные чрезмерным стрессом, избыточный электрический ток токсинами, всякими нитратами, пестицидами, красителями и так далее. Кроме того, в нашем головном мозге, как и во всем организме, неумолимо текут процессы естественного старения. В результате оказывается, что сумма повреждающих воздействий на основные клетки и их защитную ремонтную систему несоизмеримо превышает их возможности самовосстанавливаться. Поэтому поврежденные нейроны так и остаются поврежденными и плохо функционируют. Это является причиной огромного числа заболеваний Народная мудрость говорит все болезни от нервов. Речь идет как раз о заболеваниях нервной системы, которые вызывают повреждения функции головного мозга, то есть те, которые мы видим. Следует отметить, что поврежденные клетки головного мозга продолжают ну слегка поврежденные они продолжают жить, но не могут выполнять свои функции. Мы понимаем, что в современном мире владение информацией является одним из признаков успешности. Чем больше информации есть в нашем расположении, тем выше наши шансы к успеху. Раньше люди больше работали руками, сейчас же больше работают головой. Порой от огромного количества информации мозг перестаёт справляться, ему нужна помощь. Много сил мозга занимает эмоциональные психические нагрузки, переживания, прокручивания в голове событий, анализы, поведение себя, ну как мы ведём себя где-то в каких-то ситуациях. по статистике каждый третий человек в мире страдает от эмоциональной депрессии. Каждый из нас это состояние знакомо, опустошённости такой, как вакуум какой-то, в котором мы находимся, нежелание что-либо делать, не хочется вообще ничем заниматься. Человек исключительно по жизнестойкости такое существо жизнестойкое он может жить с одной почкой, с сильно урезанным желудком или даже с полным отсутствием какого-либо органа, например, там селезёнки, да, безжёлчного пузыря. Современная медицина создала искусственное сердце, но единственный орган, который невозможно заменить, это головной мозг. Именно поэтому очень важно заботиться о здоровье головного мозга с раннего возраста, оказывая ему биологическую помощь в виде функционального питания, вести здоровый образ жизни и поддерживать активность ума. Отличной профилактикой заболевания мозга и волшебным пинком для нашей фантазии станет основное это, конечно же, наше аккумулированное драже брейн. Что такое вообще брейн? В переводе с английского брейн это мозг. Какие основные принципы лечения болезней мозга? Медикаментозное лечение, которое подавляет эмоции и угнетает эмоциональное состояние человека. Человек начинает прием препаратов, например, антидепрессантов и заглушается реальное состояние. Важно, что многие принимающие подобные препараты уже не могут нормально жить и быть эмоционально стабильными без какой-то помощи антидепрессантов. Психотерапия, которая позволяет больше углубиться в принципе негативных эмоций и проблем, нежели решить проблему загрушенности вашей головы. Стационарное лечение, которое показано при уже обнаружении каких-либо болезней. Прописывающие специалисты могут продолжать долгие годы вообще восстанавливать человека, но результата так и не наступает. Наш брейн это аккумулированное дрожжи нового поколения, которое может помочь настроить мозг на правильную волну. Рецептура брейна подобрана так, что нервная система получает эффективную роль помощь, поддержки в борьбе с первичными признаками умственной усталости, эмоционального выгорания, угасания памяти. Компоненты, входящие в состав, способны помочь сохранить ясность ума и эффективность использования ресурсов мозга в любой ситуации. Дрожжи представляет собой верного помощника, который способен помочь нашей голове настроиться на нужную волну. подавлять новые идеи, стимулировать творческое мышление. Наш уровень интеллекта будет стабилен при нашей эффективной работе и саморазвитии благодаря тому, что мы принимаем наш брейн. Аккумулированное дрожжи применяют в период высоких интеллектуальных нагрузок, при стрессовых ситуациях. Дрожжи брейн нужно употреблять тем, кто активно готовится к экзаменам при каких-либо серьезных нагрузках на рабочем месте. Там какое-нибудь выступление, да, идут, какие-то лекции читаются, творческим людям, которые регулярно используют свой головной мозг, напряжение держат. стоит начать прием брейна и тем людям, которые относятся к группе, тем, кому уже за 50. Как говорит статистика, именно в этот период человек начинает сталкиваться с первыми проблемами памяти. Появляется это в мелочах, например, какой-либо забывчивости, мелкой забывчивости. Мы уже привыкли, что у нас идет очень серьезная нагрузка на головной мозг. Мы уже все используем ежедневники для того, чтобы четко знать и помнить, что нам нужно сделать сегодня, завтра, послезавтра. Мы уже на свою память мало кто надеемся. И причем я даже это наблюдаю не только у тех людей, которым за 50, то есть уже которые входят в эту группу, скажем так, группу риска, но и молодежь в том числе. Я уже рекомендую практически всем людям записывать абсолютно все. Если не ежедневник, то молодежь, я смотрю, записывает это в свои мобильные телефоны и мобильные телефоны напоминают. Итак, какова же технология нашего дрожи брейн? Естественно, тут такая же технология аккумулит эссей, концентрация силы. И перед тем, как мы перейдем к подробному описанию продукта и его ингредиентов, давайте вспомним, в чем же важнейшая особенность этого уникальной технологии. Это инновационная технология, благодаря которой мы можем принимать необходимый комплекс витаминов где угодно, как угодно, получая при этом удовольствие и пользу. все помнят в чем способность продукта на которые что вообще такое технология аккумулит эссей. Действует практически моментально, удобно в использовании, приятно на вкус, сделанной по самым высоким инновационным технологиям, содержит только безопасные ингредиенты. она невероятно эффективна, невероятно безопасна, подтверждена практически всеми самыми высокими сертификатами, мировыми сертификатами. И здесь в брейне собраны все эти растительные компоненты, которые входят в золотую коллекцию аюрведы. Итак, будем теперь разбирать скажем так по мелочайшим частицам наш брейн, что же сюда входит. Самое первое это кто уже пробовал брейн, кто его употреблял, тот знает, что брейн со вкусом кофе. Конечно же самый первый продукт, который сюда входит это кофе. Поэтому брейн мы рекомендуем употреблять с утра, потому что он дает нам заряд энергии, он дает нам прилив бодрости, он пробуждает наш мозг с утра. Кофе в умеренных количествах положительно влияет на здоровье человека, снижает риск заболеваний таких как сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, даже диабет уже доказано. такие нейродегенеративные заболевания, как Альцгеймера, Паркинсон. Кофе улучшает словесную память, скорость реакции и ориентацию в пространстве, способствует улучшению деятельности мозга за счет содержания кофеина, который блокирует тормозящие действия головного мозга, позволяет сконцентрировать внимание и сосредоточиться. Ну, а кофе, я думаю, долго на кофе останавливаться мы не будем, потому что кофе это продукт, который, в принципе, знает практически все, употребляют практически все люди, кто-то в большем количестве, кто-то в меньшем количестве, но кофе это давным-давно всем полюбившийся напиток, и конечно, передоз кофе бывает, но каждый знает свою норму кофе, но мало кто, конечно, употребляет его на ночь, все знают, что это продукт, который употребляется с утра, поэтому я думаю, что вопросы, когда употреблять брейн, тут даже неуместны. Следующий продукт это витания. витания может подавлять деятельность так называемых допаминовых рецепторов в полосатом теле головного мозга, которые активируются при стрессе, устраняет избыток кортизона в плазме крови, образующегося при стрессе, снижает уровень азота мочевины и мочевой кислоты в крови, оказывает естественно иммуномодулирующие действия, вызывает мобилизацию мобилизацию микроорганизмов всевозможных и снижает риск депрессии. Следующая гинкобелоба. Я так думаю, что тоже все давно знакомы с этой травой. гинкобелоба издавна считался сосудистый препарат именно для головного мозга, для улучшения памяти, для снабжения кислородом головной мозг, для быстрого усвоения глюкозы, усиливает активность головного мозга, способствует концентрации внимания, ясности ума, улучшает кровообращение головного мозга. Все это гинкобелоба и есть в аптеке даже гинкобелоба продается отдельно, она и как биодобавка, и как лечебный препарат, то есть мы даже в аптеке можем купить гинкобелобу как таблетку, так и биодобавку. Следующая зеленый чай. Зеленый чай тоже мы все знаем, что это препарат, который дает энергию, который дает концентрацию ума. Кстати, в зеленом чае содержится большое количество и кальция, и фтора, магния, фосфора и много других микроэлементов, которые кормят наш головной мозг. В нем обнаружено несколько сот сложных соединений органического происхождения, и в нем находится кофеин, танин, стимулирующий мыследеятельность, скажем так, головного мозга. Следующий это элеутерокок. лимонник. мощное тонизирующее действие он вызывает. Возвращает жизненные силы, способствует тоже концентрации внимания, повышает физическую и умственную способность, устойчивость к стрессам, скорость реакции, а также сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам. Следующий продукт это лимонник. Лимонник входит в топ 10 наиболее полезных растений мира и лекарственным вообще свойствам. Он помогает людям от депрессии, от стресса, эффективно воздействуя на психосоматику, а также очень благотворно влияет вообще на физическое состояние человека. Лимонник является природным стимулятором центральной нервной системы, поэтому его очень часто используют в качестве тонизирующего средства. Например, в восточных странах его плоды употребляют для того, чтобы поддержать высокую производительность в течение всей рабочей недели. Да, очень мощный такой для поднятия тонуса. Следующий Бакопа Манье. Трава Бакопа Манье стимулирует работу мозга, укрепляет память, улучшает концентрацию внимания, дает ясность ума, питает головной мозг, стимулирует усталость после напряжения, после сильной умственной какой-то нагрузки, устраняет головные боли, расширяет сосуды головного мозга, активизирует умственную деятельность, способствует к быстрому запоминанию и воспроизведению информации. Вот такая очень такая сильная мощная трава. Тернера. Эта трава получила известность еще во времена расцвета цивилизации Майи, когда использовалась как продукт питания во время длительных каких-то нагрузок. она укрепляет сосуды не только головного мозга, а вообще в общем сосуды всего организма человека. Очень сильно влияет на эндокринную систему, стимулирует ее, укрепляет ее, усиливает тонус человека, обладает вообще таким укрепляющим действием на весь организм, очень хорошо поддерживает иммунную систему. Следующий продукт спаржа. Спаржа есть практически полный набор всех витаминов, содержащих витаминов, которые поддерживают центральную нервную систему. Большое количество витамина С, которые участвуют в производстве гормонов, нейтрализуют последствия стрессов. Витамин А стимулирует мозговую деятельность нормализуют сон. Витамин Е оккупирует в головном мозге развитие дегенеративных процессов. Витамин В1 успокаивает и снижает нервность и чувство тревоги. Витамин В3 восстанавливает энергетические запасы головного мозга. Витамин В6 нормализует функциональный фон и повышает настроение. Не менее важным фактором для здоровья нервной системы вступают в баланс микроэлементы такие, которые находятся в спарже. Фосфор, калий, селен. Фосфор обеспечивает накопление и освобождение энергии в нервных тканях. Калий противосостоит всевозможным депрессивным состояниям. Селен оберегает от разрушительных воздействий свободными радикалами. Спаржа вообще очень тоже мощный такой иммуномодулятор. Следующий имбирь. Имбирь это вообще такой мощный энергетический продукт. Имбирь содержит соединения, которые оказывают защитный эффект вообще для всего организма. Он очень сильно влияет на иммунную систему. Избавляет от воздействия всевозможных раздражителей. Защищает от всевозможных химических, воздействия химических всевозможных веществ. Он защищает в общем нейроны головного мозга. Также есть ингредиенты из свежего имбиря, которые способствуют производству оксида азота. Что такое оксид азота? Это вообще газ, который за его открытие была получена Нобелевская премия. Это скажем так вещество, которое противодействует вообще окислительным процессам в клетках. Не только в клетке головного мозга, а вообще полностью в клетках всего человека. имбирь вообще я так думаю, что вы заметили, он находится практически во всех наших продуктах, поэтому о имбире вообще можно слагать легенды и имбирь это я уже говорила о том, что это в Китае считается энергией огня и огонь это тепло, а тепло это жизнь, потому что в холоде зимой не растет практически ничего, там где вечные льды вообще жизни практически нету, там ни одно растение не растет и точно так же у человека если есть энергия огня есть энергия жизни, там где есть энергия холода это энергия болезни, поэтому имбирь у нас практически в каждом нашем продукте добавлен это энергия жизни, В общем, так под имбирем я подвожу такой заключающий. Следующий куркумин. В ходе научных экспериментов выяснилось, что куркумин вызывает гибель патологически опухолевых клеток и никак не разрушает здоровые клетки. У каждого человека вообще каждую секунду рождается более 5000 раковых клеток. И вы представляете, если бы наш иммунитет не справлялся с этими клетками, что бы происходило на вторую, на третью, на пятую, на десятую, на двадцатую секунду в нашем организме. Но нашу иммунную систему тоже надо поддерживать. И вот куркумин очень хорошо оказывает благотворное влияние на иммунную систему. Употребление, ну добавление куркумина тоже, я так думаю, вы заметили, что оно во многих наших продуктах есть. Это вещество, которое способно стимулировать и работу головного мозга. И разрушать протеины, блокирующие работу головного мозга. Поэтому вообще очень хорошо куркумин использовать везде. И куркума это та специя, которую я вообще рекомендую употреблять везде. Куркума она без вкуса, она имеет только цвет. Запаха тоже нету, поэтому его можно добавлять как в компот, так и в холодное, так и в борщ, так и в суп, так и в мясо. Куда угодно, добавляйте куркуму, ешьте ее. Чем больше количество куркумы, тем больше будет работать ваша иммунная система. Следующий продукт здесь это черника. Естественно, черника, она благотворно влияет на функции головного мозга. Она очень хорошо влияет на наше зрение. А мы знаем, что зрение, оно у нас зависит от работы головного мозга. Черника также способна влиять на память нашу, восстанавливать ту информацию, которую мы получаем в течение дня. Концентрировать внимание. Влияет на координацию движения. Также повышают уровень дифамина в крови, что является профилактикой такого заболевания, как Альцгеймер. Следующий продукт – женьшень. Женьшень тоже мы знаем, насколько благотворно влияет на головной мозг, потому что женьшень является адаптогеном. Это давным-давно всем известно. У нас женьшень здесь вообще 7 видов. И каждый из видов выполняет какие-то свои функции. Но он улучшает выносливость. Опять-таки влияет на координацию, на быстроту реакции. Женьшень влияет на работу коры и центра подкорки головного мозга. На газообмен в головном мозгу. На газообмен вообще в крови. И влияет на… Даже не только на стимуляцию головного мозга, но и стимулирует… Разносит кислород в головном мозге. Понижает сердечный ритм. Если у кого-то тахикардийка какая-то есть, то женьшень очень хорошо работает с сердечным ритмом. Следующий продукт – это яблоко. Казалось бы, обычное банальное яблоко, которое мы употребляем практически каждый день. И даже честно, я раньше не задумывалась над тем, что яблоко настолько благотворно влияет на головной мозг. А как оказалось, содержание в них полезных веществ, всевозможных витаминов, очень большое значение имеет на головной мозг. Недавно совсем открыли удивительные свойства яблочного сока. Он защищает наш мозг от старения, предотвращает появление болезни Альцгеймера. При систематическом употреблении яблок мозг наполняется ацетилхалилнолом, это то, что открыли ученые новое в яблочном соке, тем самым повышая мозговую активность и значительно улучшая его функции. Итак, практически все продукты, которые здесь содержатся, они прекрасно влияют на не только сосуды головного мозга, но и в общем на весь наш организм. Брейн это тот продукт, который необходим от грудничка до старичка. Подводим итоги всего вышесказанного. Брейн продукт для активизации сил и правильной работы памяти головного мозга. Грандиозный прорыв в профилактике увядания мозга и его активности. Действительно, это настолько мощный помощник сегодня в таком насыщенном образе жизни у нас. У нас такой огромнейший поток информации идет на наш головной мозг, что если мы не будем за ним правильно ухаживать, если мы не будем его питать, то синдром выгорания проявляется уже в более раннем возрасте. Мы знаем, что сегодня помолодели практически все заболевания. Заболевания порно-двигательной системы, заболевания сосудистой системы, они уже перебрались даже не на среднего возраста, они уже все перебрались даже на детей. Поэтому брейн я просто настоятельно рекомендую начинать давать детям. Задумайтесь над тем, какой поток информации у наших деток сегодня идет. И смотрите, у нас есть такая табличка, я думаю, многие с ней знакомы, мы весь наш продукт разбили на защиту, очищение, размножение, питание. Так вот, брейн, он стоит в середине. То есть он относится абсолютно ко всем отраслям, скажем так, и к защите, и к очищению, и к размножению, и питанию. Потому что без правильной работы головного мозга у нас не будет работать ни одна система. И это действительно тот орган, который не заменяем, и сломанный, не восстанавливается. Мы только можем его поддерживать регулярно, постоянно, и лелеять, и оберегать. И еще вот последнюю картинку, которую я приготовила для вас, хочу показать, что кто знает, что такое чакры, наш продукт работает уникально с каждой чакрой в отдельности. И вот брейн, это седьмая чакра. Сахасрара, это та чакра, которая связывает нас с высшим миром, то есть с космосом, скажем так, которая дает нам получить тот поток информации. Вообще, я вам хочу сказать, что женщины наделены еще какими-то особыми способностями головного мозга. Они, вот если начинают что-то говорить, ну, к чему они не готовились, да, не готовы были говорить, задали какой-то вопрос, женщину застали врасплох, но женщина всегда найдет, что ответить, потому что, открыв свою седьмую чакру, она получает такой мощнейший поток информации, что даже и никогда в голову не могло прийти, что мы можем владеть даже такой информацией. Поэтому брейн, подводим еще раз итоги, это продукт, который необходим всем, от грудничка до старичка. Противопоказаний у этого продукта нет никому. Употреблять можно абсолютно всем. Кушают его утром и независимо от того, сколько вы хотите его съесть, две, три штучки, одну штучку. Да, продукт не дешевый, скажем так, но я так думаю, что наш головной мозг этого достоин. Поэтому я рекомендую просто, кто его еще не пробовал, попробуйте, и вы сами убедитесь в том, что это действительно уникальный продукт. На этом все. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Включайте микрофончики. Спасибо. Спасибо. Спасибо.